Администрация Соединенных Штатов Америки объявила сегодня о выходе через 6 месяцев из договора по противоракетной обороне от 1972 года. Договор действительно дает каждой из сторон право выйти из него при наличии исключительных обстоятельств. Руководство США говорило об этом неоднократно, и такой шаг не явился для нас неожиданностью. Однако мы считаем такое решение ошибочным. Как известно, Россия, так же как и США, в отличие от других ядерных держав, давно располагает эффективной системой преодоления противоракетной обороны. Поэтому я с полной уверенностью могу сказать, что принятое президентом США решение не создает угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Вместе с тем, наша страна не пошла на настойчиво предлагавшийся США совместный выход из договора по ПРО и сделала все от нее зависящее, чтобы этот договор сохранить. Продолжаю считать и сегодня, что такая позиция является верной и обоснованной. При этом Россия прежде всего руководствовалась заботой о сохранении и укреплении международных правовых основ в области разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения. Договор по противоракетной обороне как раз и является одной из несущих конструкций правовой системы в этой области. Эта система создавалась совместными усилиями на протяжении последних десятилетий. По нашему убеждению, развитие ситуации в современном мире настоятельно диктует определенную логику действий. Сегодня, когда мир столкнулся с новыми угрозами, нельзя допустить правового вакуума в сфере стратегической стабильности. Нельзя подрывать режимы нераспространения оружия массового уничтожения. Считаю, что нынешний уровень двусторонних отношений между Российской Федерацией и США должен быть не только сохранен, но и использован для скорейшей выработки новых рамок стратегических взаимоотношений. Наряду с проблемой противоракетной обороны, особое значение в этих условиях приобретает и правовое оформление достигнутых договоренностей о дальнейших радикальных, необратимых и проверяемых сокращениях стратегических наступательных вооружений, по нашему мнению, до уровня 1500-2200 ядерных боезарядов у каждой стороны. В заключение хочу отметить, что Россия и дальше будет твердо следовать в мировых делах своему принципиальному курсу, направленному на укрепление стратегической стабильности и международной безопасности. Администрация Соединенных Штатов Америки объявила сегодня о выходе через 6 месяцев из договора по противоракетной обороне от 1972 года. Договор действительно дает каждой из сторон право выйти из него при наличии исключительных обстоятельств. Руководство США говорило об этом неоднократно, и такой шаг не явился для нас неожиданностью. Однако мы считаем данное решение ошибочным. Как известно, Россия, так же как и США, в отличие от других ядерных держав, давно располагает эффективной системой преодоления ПРО. И поэтому я с полной уверенностью могу заявить, что принятые президентом США решения не создают угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Вместе с тем, наша страна не пошла на настойчиво предлагавшийся США совместный выход из договора по ПРО и сделала все от нее зависящее, чтобы этот договор сохранить. Продолжаю считать и сегодня, что такая позиция является верной и обоснованной. При этом Россия прежде всего руководствовалась заботой о сохранении и укреплении международных правовых основ в области разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения. Договор по противоракетной обороне как раз и является одной из несущих конструкций правовой системы в этой области. Эта система создавалась совместными усилиями на протяжении последних десятилетий. По нашему убеждению, развитие ситуации в современном мире настоятельно диктует определенную логику действий. Сегодня, когда мир столкнулся с новыми угрозами, нельзя допустить правового вакуума в сфере стратегической стабильности. Нельзя подорвать режимы нераспространения оружия массового уничтожения. Считаю, что нынешний уровень двухсторонних отношений между Российской Федерацией и США должен быть не только сохранен, но и использован для скорейшей выработки новых рамок стратегических взаимоотношений. Наряду с проблемой противоракетной обороны, особое значение в этих условиях приобретает и правовое оформление достигнутых договоренностей о дальнейших радикальных, необратимых и проверяемых сокращениях стратегических наступательных вооружений до уровня, по нашему мнению, 1500-2200 ядерных боезарядов у каждой стороны. В заключение хочу отметить, что Россия и дальше будет твердо следовать в мировых делах своему принципиальному курсу, направленному на укрепление стратегической стабильности и международной безопасности.